Дорогие мои везунчики, продолжаем вязать звездный топ летний морская звезда. Перед тем, как мы продолжим вязать следующие ряды, закончим сегодня и соединив вместе 4 мотива по линиям реглана. Я напоминаю вам, 31 мая, последний день грандиозных скидок, 20%. С такой скидкой вы сможете сделать большой заказ, потом немножко скидочка падает. Если вы мечтали о каком-нибудь классном наборе спиц, крючков, то с такой скидкой вы сможете купить или пряжу какую-нибудь дорогую, роскошную, вроде натурального шелка. Сейчас новые поставки, натуральный шелк есть еще, нет такого метража, более тоненького, для крючка, много интереснейших новинок, для шляпок, аксессуары, всякие фишечки интересные. Для вискоза для вязания крючком, катушечная, классная, для кружевного вязания, вообще много новинок. Проходите, смотрите и пользуйтесь в последний день весны таким шикарным предложением. А мы продолжаем вязать наш мотив. Сегодня он будет завершен. Мы остановились в седьмом ряду. Восьмой ряд. Остановились мы, провязав три воздушные петли и соединение в четвертую воздушную петлю подъема. Мы провяжем восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый ряды. И далее по такому же принципу, как последние ряды, мы сможем регулировать размер, добавляя еще один ряд к каждому мотиву или два. Или если большой размер совсем три ряда, мы можем добавить, вообще бесконечно разращивать, оставляя в центре звездочку. Поэтому не волнуйтесь, у кого большие размеры, реклам этот топ подойдет на большие размеры тоже. Так, а мы с вами продолжаем. Восьмой ряд. Четыре воздушные петли подъема. Пять поворота. То есть всего у нас девять петель. Двойной накид и столбик вяжем в следующий столбик. С двумя накидами. Продолжаем вязать все с двумя накидами. Три воздушные петли. Под арку столбик с двумя накидами. Далее буду говорить просто столбик. Три воздушные петли. И в следующую пятерку будем вязать так. Два рельефных столбика лицевых. Раз, два. Один обычный. Серединка. А следующие два убавкой провяжем. Два накида от первого. Два накида от второго. И вместе. Две воздушные петли. Далее начинаем в следующую половинку с убавки. Два накида от первого, два от второго. Убавляем. Так. Далее обычный столбик провязываем. И два рельефных. Над кончиком фрагмента две воздушные петли. Точно так же провязываем вот эти две пятерки, как здесь. То есть. Два рельефных столбика. Один обыкновенный. Убавка. Две петли. Симметрично. Начинаем с убавки. Потом обычный столбик. И два рельефных. Раз, два. И теперь часть с разрастающейся, с разрастающимся лучиком. Три воздушные петли. Столбик под арку. Три воздушные петли. И в лучик мы вяжем столбик. Пять воздушных петель. Столбик. С которого мы начинали. С двумя накидами. Так. Придерживаем арочку, чтобы она сильно не мешала. Далее. Три воздушные петли. Опять повторяем. Столбик под арку. Три воздушные петли. И две секции. С листочками, которые я показала вам, как вязать. Так вяжем весь ряд. Заканчиваем восьмой ряд. Провязали пятерку последнюю. Далее. Три воздушные петли. Под арку. Столбик. Воздушная петля. И столбик с одним накидом в четвертую воздушную петлю подъема. А не три воздушные петли и соединительный столбик. Для того, чтобы оказаться посерединке перед лучом. Посередине арки. Раз, два, три. Четыре воздушные петли подъема. Это уже девятый ряд. Три воздушные петли поворота. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Центральная галочка с петлями. Три воздушные петли. Столбик под арку. Раз. Три воздушные петли. Столбик под арку. Два. Три воздушные петли. Так, с пятерочками, что мы делаем в этом ряду? Сначала мы вяжем два рельефных столбика лицевых. Раз. Два. И убавку. Два накида из-под одного столбика. Два накида из-под убавки. Три петли вместе. Две воздушные петли. И симметрично начинаем с убавки. Из-под убавки два накида. И из-под столбика. Вместе. Далее. Два столбика. Таким образом у нас остается три столбика. Убавка и два столбика. Три воздушные петли, а не две, между двойными секциями на листочках. И повторяем. Два столбика. Убавка. Две воздушные петли и симметрично. Убавка. Два столбика. Так, теперь что у нас происходит. Там, где центральный лучик. Три воздушные петли под арку столбик. Три воздушные петли под вторую арку столбик. И три воздушные петли. Центральная галочка. Столбик. Пять воздушных петель. Столбик. И также три клеточки и две секции по два листочка. Таков девятый. Конец девятого ряда. После трех столбиков убавка. Два столбика. Три воздушные петли. Под арку столбик. Одна воздушная петля. И столбик с одним накидом в четвертую воздушную петлю подъема. Десятый ряд. Четыре воздушные петли подъема. Три поворота. Столбик под арку. Три воздушные петли. Центральная галочка. Это столбик. Пять воздушных петель. И столбик. Три воздушные петли. Столбик. Три воздушные петли. Столбик. Три воздушные петли. Столбик. После галочки у нас раз два три. И три воздушные петли. Четыре будет клеточки. Далее. Рельефный столбик провязываем. И вяжем убавку. Два накида из-под столбика. Два накида из-под убавки. Все три петли вместе. И сразу, не провязывая петель, симметрично мы провязываем убавку. И столбик. Три воздушные петли. Симметрично второй листик. Начинаем со столбика. Далее убавку делаем. Два накида из-под столбика. Два из-под убавки. Все вместе провяжем. И далее сразу вторую часть убавляем. Убавляем. И столбик. Здесь мы двигаемся. Три воздушные петли. Сеточкой под арку. Первая клеточка. Три воздушные петли. Вторая. Три воздушные петли. Третья клеточка. И три воздушные петли. Галочку провяжем. И таким образом вяжем весь ряд. Галочка. Раз, два, три, четыре клеточки. Листочки. Между ними три воздушные петли. И опять. Заканчиваем ряд точно таким же приемом. Воздушная петля. И столбик. Четвертую воздушную петлю подъема. Четыре воздушные петли подъема. Три поворота. Так, смотрите. И у нас в этом ряду после клеточки то есть мы провязываем столбик с двумя накидами в следующую клеточку. Мы будем вязать так. Три воздушные петли. И под клетку перед галочкой мы будем вязать четыре столбика провязанных вместе. Два накида. Один раз провязываем. Такой снопик. Два накида. Второй раз. Два накида. Третий раз. Два накида. Четвертый раз. И теперь все вместе. Три воздушные петли. И после этого галочка. Столбик. Пять петель. Столбик. Три воздушные петли. И в следующую клеточку провязываем опять такой снопик. Раз. Два. Три. Четыре. Все вместе. Три воздушные петли. И столбик. После снопика. Раз. Клеточка. Два. Три. Три воздушные петли. И четвертая клеточка. Здесь очень просто. Мы провязываем. Рельефно. Рельефный столбик из-под первого. Рельефный столбик из-под убавки. Не до конца. Два накида. Два накида. Далее. Из-под убавки. Третий раз. Два накида. И из-под столбика. Четвертый. Два накида. И пять петель на крючке вместе. Далее. Три воздушные петли. И столбик под центральную арку. Между половинками листочка. Три воздушные петли. Точно так же закрываем вот эту часть. Два накида из-под столбика. Два накида из-под убавки. Рельефно. Два накида из-под убавки. И два накида из-под столбика. Пять петель вместе. Три воздушные петли. Двигаемся теперь филейными клеточками. Раз. Два. Три. А вот четвертый будет снопик перед галочкой. Три петли. Вывязываем. Снопик. Три воздушные петли. И галочка. И повторяем. Три воздушные петли. Снопик в следующую клеточку. Далее четыре филейные клетки. Закрываем вот так два листочка. Между ними три петли и столбик. Так. Вяжем весь ряд. Одиннадцатый ряд мы с вами таким образом провязываем. И начинаются у нас снопики. После этого мы вяжем точно по такому же принципу просто филейную сеточку. И снопики провязываем уже не после галочки, а после клеточки. Да. В дальнейшем ряду. Потом после двух клеточек. С обеих сторон. После трех. После четырех. Вяжем мы мотив необходимого нам размера. Провяжите сначала первый мотив с тем, чтобы было только два ряда. После закрытия последних листочков. Два ряда. Провяжите так два мотива. Примеряем. И решаем нужны ли нам добавочные ряды. И добавляем столько рядов, сколько необходимо. Соответственно у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, 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 пятнадцать рядов всего. И вот эти линии постепенно расходятся. Для того, чтобы померить, нам необходимо связать хотя бы два мотива. Положить вот таким образом нашу звездочку, чтобы уголок смотрел вниз. Это горловина и линия реглана. Скрепляем булавками вот по этой линии. И смотрим, насколько нам хорошо подходит размер мотива. Сейчас я вам скажу, какого он у меня размера. И соответственно, если мало, то добавляем. Следующий такой же пятиугольник будет рукавчиком. Вот один вот так мотив кладете. Второй мотив мы сгибаем. Вот здесь этот лежит, пятиугольник. Вот так кладем. Вот линия реглана. И центр пятиугольника с верхним листиком должен быть центром плеча. Таким образом. Реглана линии. Вот у нас плечо идет скошенное. И смотрим, сколько нам необходимо прибавить еще рядов. И прибавляем в зависимости от ситуации. Люрекс легко можно и обрезать. При том, что вы переходите вязать следующий мотив. А от каждого светлого клубочка мы вяжем свой мотив. Поэтому без обрыва нити вы сможете добавлять ряды. Грани по 30 сантиметров получились. После того, как мы вяжем 4 таких мотива, мы их сшиваем по вот этим граням. Вниз смотрят два лепесточка. Уголок по каждой правой и левой грани мы сшиваем. Не крючком, я буду иголочкой. Сшивать по лицевой стороне. И далее продолжим вязать. А я вам еще раз напоминаю, что сегодня последний день грандиозных скидок. Скидка 20% при большом заказе. И чем меньше заказ, тем меньше скидка. Прекрасный шанс купить какую-нибудь роскошную пряжу или наборчик. Очень много новинок. Проходите, вяжите с удовольствием. Леднее вязание, новинки, красивая пряжа. И, конечно же, увлекательные мастер-классы. Все это вы найдете на сайте длямастерс.ру. Это наш магазин. Мы отправляем по всему миру. Проходите, оцените. Огромный выбор самых разнообразных. И аксессуаров, в том числе, для вязания. А я с вами прощаюсь. Далеко не уходите. Скоро вас ждет очень много интересного. Пока-пока.